В Киеве сегодня весь день, образно говоря, бросаются портфелями. К этому часу уже трое заместителей министра экономики заявили, что подают в отставку вслед за главой ведомства. Выходец из Литвы Айварас Абрамаевичас сказал, что уходит из-за давления сторонников Петра Порошенко. Президент, отложив дела, убеждает Абрамаевичаса передумать. Но он не единственный иностранец украинской власти, недовольный положением дел. Репортаж Алены Германовой. Заявление об отставке, которое может перерасти в международный скандал, министр экономического развития Айварас Абрамаевичас сегодня объявил. От такого украинского правительства хочет держаться подальше. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, рассказывать им о наших успехах, в то время как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей. Под отдельными людьми Абрамаевичас имеет в виду Игоря Каноненко, первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко и ближайший соратник президента. В последнее время министром сильно недоволен, о чем постоянно говорит на заседаниях Рады. Якобы тот плохо работает, но причины, как выясняется в другом, министр сильно мешает бизнес-интересам самого Каноненко, пытающегося поставить своих людей на ключевые посты в руководстве прибыльных предприятий. Кульминацией этого кадрового беспредела и желания полного подчинения потоков стало желание иметь своего зама в Министерстве экономики, отвечающего за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат в итоге, два дня назад, принес полный пакет документов для назначения и заявил «Я ваш новый зам. Я в команде Каноненко и моя кандидатура уже согласована наверху». Бывшего успешного литовского предпринимателя в конце 2014 года президент Порошенко лично пригласил страну, чтобы он помог строить демократию по европейскому образцу. На Абрамовичуса возлагали надежды прежде всего западные партнеры Киева. Для них отставка собственного ставленника – неприятная неожиданность. Послы ключевых стран Евросоюза, США и Канады, уже выступили с резким заявлением. Мы глубоко разочарованы отставкой министра экономического развития и торговли господина Айвараса Абрамовичуса. В течение прошлого года он и его профессиональная команда добились важных сдвигов в проведении жестких, но необходимых реформ, призванных стабилизировать украинскую экономику, привести ее в соответствии с требованиями программы МВФ, искоренить хроническую коррупцию, содействовать формированию более открытой и прозрачной власти. Нашлись заступники у Абрамовичуса и на Украине. Одесский губернатор Михаил Саакашвили еще один приглашенный иностранец пророчит правительству Арсения Юценика скорую отставку. Якобы именно премьер-министр и его единомышленники мешают проводить реформы. Все наши инициативы по замене руководителей госпредприятий блокируются лично премьер-министром с подачи одного из лидеров фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Раде Игоря Кононенко и еще нескольких групп влияния. Разве не печально, что литовцы и грузины вынуждены взять на себя функцию защитников страны от некоторых нечистых на руку людей? Впрочем, недовольных министром экономики на Украине гораздо больше. Промышленное производство за год упало на треть, а план по обещанной приматизации предприятий так и не выполнили. Ему даже двойку поставить невозможно. Это явный проигравший, это явный лузер, человек, который вверх в экономическую кризисную пучину мою страну. И почему я должна прислушиваться в таком случае к мнению каких-то иностранных послов, которые даже при всем хорошем отношении к Брамавичусу наверняка не взяли бы его на работу даже дворником в какое-то министерство? Тенденция очевидна. Крысы бегут с корабля. Это стало ясно еще несколько месяцев назад. Как мы знаем, через несколько недель запланирован отчет правительства Украины за 2015 год, на котором придется отвечать за свои действия в прошлом году. Министру экономики будет крайне сложно говорить о каких-либо позитивных тенденциях. Он очередной из вот таких вот неудачных примеров привлечения зарубежных специалистов на территорию Украины. Еще один когда-то приглашенный за границей, а теперь ставший неугодным министром Александр Квитошвили, также выходец из Грузии, постглавы Минздрава пытается покинуть несколько месяцев. Заявления об уходе пока не принимают, обсуждают кандидатов. Но уже ясно, Квитошвили и Абрамавичус не последние отставки. В пока еще действующем кабинете министров чемоданное настроение в Верховной Раде недвусмысленно дали понять. Настало время кадровых перемен. Но президент, в отличие от депутатов, к ним, похоже, не готов. После сегодняшнего заявления о подставке Абрамавичуса вызвали к Петру Порошенко. Известно, что он просил министра не уходить и обещал разобраться с фактами коррупции. На предложение остаться Абрамавичус пока не ответил. Алена Германова, Григорий Емельянов, Наталья Литовко, Первый канал, Киев.